Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Начиная с этого видео мы рассматриваем резание пластинчатыми ножами. В этом видео рассмотрим принцип работы и область применения устройств с пластинчатыми ножами. Резание пластинчатыми ножами получило широкое распространение во всех отраслях пищевой промышленности. Для мяса и мясопродуктов, рыбы, овощей и фруктов, хлеба, кондитерских изделий. Применяемые в промышленности устройства и машины по принципу действия разнообразны и могут быть отнесены к одной из схем представленных на экране. Пластинчатые ножи в устройствах гильотинного типа имеют рабочее перемещение только в направлении перпендикулярном режущей кромки ножа со скоростью резания ВР. Характеризуются углом заточки ножа гамма толщиной ножа дельта. Применяются для резания овощей, мыла, кондитерских материалов, мяса, рыбы. Процесс резания по этой схеме иногда называют рубкой. Хорошие результаты получены при резании гильотинными ножами с вибрацией. Для уменьшения усилий резания и улучшения качества среза применяют пластинчатые ножи, совершающие движение под углом к режущей кромке ножа, которые можно разложить на составляющие перпендикулярно режущей кромке со скоростью ВН и параллельно ей со скоростью ВТ, скорость скольжения. Применяются для резания хлеба, стеблей растений, мяса и мясопродуктов, рыбы. Важное влияние на качество среза и усилие резания оказывает коэффициент скольжения. Отношение скорости скольжения к нормальной скорости. Оптимальное значение его определяется экспериментально и зависит от структурно-механических свойств разрезаемого материала. Резание пластинчатым ножом, совершающим вращательное движение, относится к скользящему резанию. Применяется для хлеба, мяса и рыбы. Коэффициент скольжения зависит от взаимного расположения центра вращения ножа и разрезаемого материала. Для повышения качества среза, повышения износа стойкости инструмента режущей кромки пластинчатого ножа придают фасонную форму. В некоторых устройствах для резания мяса, рыбы, сухарных плит режущей кромки ножа придается зубчатая форма, что также улучшает качество среза и сокращает отходы. Для разрезания жгутов конфетных масс непосредственно после выпрессовывания, в частости в лакричном производстве, применяют режущее устройство в виде ротора с ножами из эластичного синтетического материала, обладающего антиадгезионными свойствами. Применение этого принципа резания ограничено, оно может быть использовано для резания легко деформируемых материалов и когда не требуется получить срез со строго заданной формой. Для резания сахарной свеклы и овощей применяют пластинчатые ножи плоские или рамные. Для резания и измельчения мяса широкое применение нашел способ резания пластинчатым ножом, который совершает вращательное движение в плоскости рамы с отверстиями. Известны также устройства для резания рыбы со встречными пластинчатыми ножами. Режущие кромки устанавливаются в двух параллельных плоскостях с зазором 2-4 миллиметра в крайнем положении. Режущие плоскости ножей перекрывают друг друга на 8-15 миллиметров. Для резания, вырубания заготовки определенных размеров из пласта применяются пластинчатые ножи различной формы. Такие устройства применяются в кондитерской промышленности, например, для печенья. Выталкивание вырезанного печенья осуществляется механически. Известны устройства для разрезания конфетного пласта на отдельные корпуса конфет путем подачи этого пласта через неподвижную раму из пластинчатых ножей, которые образуют ячейки равные размерам вырезаемых корпусов. Для формования карамели применяют пластинчатые ножи, которые при сближении разрезают карамельный жгут на отдельные корпуса. Для этих целей служат ротационные режущие машины и цепные режущие машины. Для резания пастилы применяют режущие устройства, в которых пластинчатые ножи внедряются в разрезаемый материал в результате сближения цепи с ножами и транспортера, несущего пласт материала. В хлеборезках широкое распространение получил принцип резания со скольжением ленточными ножами с фасонной режущей кромкой. Разрезаемые материалы подаются транспортером в процессе резания, фиксируются прижимом. Скорость перемещения продукта нормальная, и скорость ножа регулируются. Известны также устройства и машины, в которых осуществляется комбинированный принцип действия. Например, сочетание устройства гильотинного типа и дисковых ножей. Обзор видов режущих устройств с пластинчатыми ножами показывает их широкое применение и разнообразие, что определяется многообразием свойств разрезаемых материалов и специфическими требованиями технологических процессов. Например, при отрезании голов рыбы требуется не затронуть внутренности. При резании карамельного жгута необходимо не только выполнить задачу его разделения на отдельные изделия, но и соединить оболочку, предотвратить вытекание начинки. Исходя из этого, изучение процесса резания следует осуществлять, учитывая свойства разрезаемых материалов и с учетом технологических требований. Для правильного выбора способа резания необходимо знать физическую картину разрушения материала под действием ножа. Выделяют два вида разрушения материала – срез и скалывание, которые происходят при достижении определенного предела уплотнения материала. При этом может быть плавное отгибание отрезаемого куска без нарушения его целостности или скалывание отрезаемого куска под углом к плоскости среза. Характер разрушения зависит от свойств разрезаемого материала и геометрических размеров ножа, главным образом от угла заточки. В результате исследования процесса резания охлажденных жгутов конфетных масс получена физическая картина деформации. При внедрении плоского ножа в массу определены усилия резания в зависимости от свойств материала и геометрических размеров ножа. Охлажденный конфетный жгут – это сложное в реологическом отношении тело. При малых нагрузках оно находится в упругом состоянии. С увеличением нагрузок в теле возникают области пластических деформаций, границы которых неизвестны и математически трудно определимы. Чтобы упростить решение этой задачи, приняли допущение о несжимаемости материала и ввели понятие о жестко-пластичном теле. Предположили, что тело остается, так сказать, жестким, недеформируемым, пока напряженное состояние в некоторых его областях не достигнет текучести. Здесь я остановлюсь и отвлекусь от лекции по резанию и и хочу задать вам, мои зрители, вопрос, насколько вам будет интересно, если я запишу лекции по реологии пищевых материалов и в каком виде вы хотите, чтобы я представил этот материал. С теорией реологии через тензоры или в упрощенном виде, чтобы вы могли более полно и подробно с первого просмотра понять, о чем идет речь. Напишите об этом в комментарии. Тогда в этих областях появятся пластические течения, а некоторые области останутся жесткими. Теперь необходимо найти скорости в пластической области, которые равнялись бы на границе скоростям жестких областей. Рассмотрим две схемы деформации пластичного тела. Первая схема, которую вы видите на экране, это схема деформации пластичного тела при внедрении гладкого клина. А вторая схема, это схема деформации пластичного тела при внедрении шероховатого клина. Рассмотрим процесс резания охлажденных жгутов режущим инструментом из жесткой пластины с углом заточкой гамма и с гладким клином. Если нож хорошо смазан силами трения, на его поверхности можно пренебречь. При вдавливании ножа в жестко пластичное тело по поверхности ЕФ и ЕМ вытесняется материал. Далее я буду называть обозначение согласно схеме, которую вы видите сбоку от меня. Форму выступа можно аппроксимировать прямой АВ. Граница ГБЦДЕ в силу симметрии рассмотрена. Левая половина ножа отделяет пластическую зону от жесткой недеформируемой части тела. Пластическая область представляет собой два равнобедренных треугольника АВЦ и АДЕ и центральный веер АЦД. В треугольнике АВЦ показаны линии скольжения первого и второго семейства, ортогональные к линиям скольжения ВЦ и АЦ. На границе раздела пластической и жесткой областей ВЦДЕ нормальная компонента скорости В1 обращается в нуль. Жесткая зона находится в покое. Следовательно, скорость В1, направленная вдоль линии скольжения первого семейства гамма, всюду в пластической области равна нулю. Тогда линия тока совпадает с линиями скольжения второго семейства, которые параллельны ВЦДЕ. Скорость В2 вдоль этих линий тока будет постоянной. Пусть нож движется в отрицательном направлении оси У со скоростью У. Проектируя скорости У в метрах в секунду и В2 в метрах в секунду на нормаль КЕ получим. Поверхность выступа АВ перемещается в направлении СВ со скоростью В2. В областях АВС и АДЕ происходит чистый сдвиг, в области АСД сложная деформация. Линия АВ равно АЕ и равно А. Образует с осью Х угол гамма пополам минус альфа. На рисунке видно, что запишем это в виде формулы, где H глубина погружения ножа в метрах. Так как гамма пополам и H это заданные величины, то из уравнения устанавливается соотношение между А и альфа. Из-за несжимаемости материала площади треугольника ОНЕ и АНБ равны. То есть можем записать следующее равенство. Упростив выражение, я на мгновение скрою схему и мы запишем какие выражения мы будем упрощать. Мы будем упрощать выражение, которое написано наверху, которое написано ниже. А получим после упрощения самое нижнее выражение. Зная угол заточки ножа, легко найти угол при центрированном веере АСД. Вернем обратно нашу схему. Это в свою очередь позволяет построить сетку линий скольжения в пластических областях. Давление на боковую грань в паскалях выразится формулой, где Тау нулевое это предел текучести материала в паскалях. Тогда усилие к убольшим в ньютонах, необходимое для вдавливания ножа в пластический материал составит, рассчитывается по формуле на экране. Или с учетом выражения представленного сверху, получим выражение для Ку. Таким образом, последнее выражение устанавливает связь между силой необходимой для вдавливания ножа в охлажденный жгут, углом заточки режущего инструмента и высотой жгута. Если нож не идеально гладкий, нужно учитывать силу трения, возникающую на его боковых поверхностях. На схеме, мы ее уже демонстрировали ранее, показана сетка линии скольжения для правой половины ножа. Она образуется при внедрении шероховатого режущего инструмента в охлажденный жгут. Как и раньше. Нож опускается вниз со скоростью у большого. Максимальную силу трения на контактной поверхности АЕ можно выразить через угол трения дельта. Напряжение трения можно выразить формулой. Пластическая область включает в себя треугольники АЕД и АЦБ и центрированный веер АДЦ. Границы ЕДЦБ отделяет жесткую недеформированную область от пластической и является линией скольжения. Вдоль нее нормальная компонента скорости равна нулю. Следовательно, и во всей пластической области скорости направленные вдоль линии скольжения первого семейства равны нулю. Скорости вдоль линии скольжения второго семейства Дзета составят В2, где эпсилон вычисляется по формуле. Длину контактного участка АЕ равно А можно выразить через глубину вдавливания H, где КСИ угол наклона АБ КСИХ в градусах. Кроме того, АЛЬФА вычисляется по формуле. Из рисунка видно, что АЛЬФА КОСИНУС ГАММА ПОПОЛАМ минус H равно АСИНУС КСИ. Так как материал не сжимаем, площади треугольников ОНЕ вдавленный нож и АНБ вытесненный пластический материал равный. Тогда можем записать. Выражения, которые мы сейчас снова еще раз повторим, это четыре формулы, которые мы показывали ранее. Они позволяют установить связь между глубиной вдавливания, длиной контактной линии и углом заточки ножа. Усилие КУ, необходимое для вдавливания ножа в охлажденный жгут, должно уравновешиваться нормальными и касательными напряжениями на контактных прямых. Чтобы найти полное усилие резания П, надо учесть следующее. Когда нож врезается в охлажденный жгут, возникают силы сопротивления, которые определяются зависимостью. Тогда, учитывая эту формулу, можем записать выражение для П. Полученное выражение позволяет рассчитать усилие, необходимое для резания охлажденных жгутов. Задача резания охлажденных жгутов подогретым ножом представляет практический и теоретический интерес, поскольку режущий инструмент движется с определенной скоростью и имеет температуру выше температуры конфетного жгута. Возникает нестационарный тепловой поток, порожденный движущимся источником тепла. На схеме показан режущий инструмент в виде тонкой пластины, предварительно нагретой до температуры Т, которая поддерживается постоянной. Пластина движется в отрицательном направлении оси з со скоростью v. За неподвижные оси ординат приняты x, y и z. Подвижные оси xi, eta и z совмещены с движущейся пластиной. В начале координат подвижные и неподвижные оси совпадают. Как известно, в неподвижных осях координат уравнение теплопроводности имеет вид, где Т это разница температур Т-Т1. Тау – время. Т1 – температура охлажденного жгута, а коэффициент температуропроводности метр в квадрате в секунду. Переход от неподвижных осей координат к подвижным осуществляется введением двух новых переменных, из которых одна взята произвольно. Определив частные производные и подставив их в уравнение, получим дифференциальное уравнение, характеризующее распределение температуры в движущейся системе координат. Представляет интерес распределение температуры по x и z, т.е. по глубине и длине жгута. В этом случае получается двумерное уравнение теплопроводности. Решая это дифференциальное уравнение, мы получим следующее. Температура режущего инструмента значительно выше температуры плавления жирового компонента, входящего в конфетный жгут. Принимает и малая в левой части уравнение равной температуре плавления жирового компонента и фиксируя значение z и x, определяет tau нулевое, при котором температура при заданных значениях z и x достигнет точки плавления. Зная скорость режущего инструмента и высоту жгута, легко посчитать tau2, продолжительность резания жгута. Если tau1 больше tau2, температуру режущего инструмента необходимо повысить и после повторных расчетов вновь полученное значение сравнить с неизменным tau2. Нужно достичь того, чтобы tau1 меньше tau2. При tau1 меньше tau2 режущий инструмент преодолевает в сопротивление не жесткого конфетного жгута, а расплавленного. В этом случае для определения сил резания целесообразно рассматривать внедрение ножа в вязкую жидкость, так как по осям z и x за время tau1 материал размягчается на определенную глубину. Используя обобщенные уравнения стокса, получим дифференциальное уравнение, описывающее движение вязкой жидкости относительно движущегося ножа. Поскольку движение жидкости вызывается движением ножа, DRO по DZ равно нулю. А так как нож в направлении оси Y достаточно широк, то DRO по DY также равно нулю. В пределах погруженной части ножа изменение U в направлении X превышает изменение ее в направлении Z. Следовательно, можно записать. Тогда из уравнения мы получим или другое выражение. При этом справедливы следующие граничные условия. Второе граничное условие свидетельствует о полном прилипании вязкой жидкости к поверхности ножа. Дифференциальное уравнение совпадает с дифференциальным уравнением одномерной теплопроводности. Его решение при граничных условиях имеет вид. Если ширина пластины B, как показали Слескин и Тарк, сила сопротивления по огружению тонкой пластинки в вязкую среду рассчитывается по формуле. Сравнивая силы резания без нагрева ножа и с нагревом можно выбрать оптимальные технологические режимы резания. С целью изучения картины процесса резания была создана экспериментальная установка для резания затвердевшей конфетной массы утолщенным ножом. С ее помощью можно наблюдать или фотографировать процесс резания. Предметом изучения был геометрически подобный десятикратно. Корпусу конфеты брус, изготовленный из конфетной массы. Экспериментальная установка состояла из привода, включающего электродвигатель 6, червячный редуктор 8, коробку скоростей 10 и подъемно-опускной механизм ножа. Перемещение ножа 1 относительно неподвижного стола 3 происходит при поступательном движении винта 4 с траверсой 2, несущей этот нож. Поступательное движение винта обусловлено кинематической его связью с гайкой 5. Встроенный в коническое зубчатое колесо, которое находится в зацеплении с конической шестеренью. Вал конической шестерни приводится во вращение через цепную передачу 11 от коробки скоростей, позволяющей изменять частоту вращения выходного вала и его реверсирования. На входной вал коробки скоростей крутящий момент от электродвигателя передается через ременную передачу 7, редуктор 8 и цепную передачу 9. Мощность электродвигателя 0,7 киловатта. Максимальный ход ножа 180 миллиметров. При испытаниях записывали перемещения ножа и потребляемую электродвигателем мощность рабочего и холостого хода. Конфетную массу, приготовленную по рецептуре конфет-теннис с содержанием жира 29,5%, влаги 0,7%, брали с линии сразу после ее выдавливания прессом. Массу укладывали в форму размерами 380 на 170 на 130 миллиметров, установленную на неподвижном столе. Боковыми бортами формы служили с передней стороны лист органического стекла, а с другой стороны металлический лист, который снимали после затвердевания массы в форме. Торцовыми бортами формы являлись металлические стенки с ребрами жесткости, закрепленные на неподвижном столе болтами. Расстояние между ними можно было изменять. При резании массы торцовые стенки не снимались. Массу укладывали слоями толщиной 20 миллиметров, отделяя их один от другого тушью. Масса затвердевала при температуре 24 градуса Цельсия в течение нескольких часов. Разрезали ее ножом толщиной 12 миллиметров без заточки и с заточкой под углами 14 и 60 градусов и ножом толщиной 1,4 миллиметра без заточки. При разрезании нож опускали вниз со скоростью 58 сотых метров в секунду. Боковая поверхность его скользила по внутренней поверхности передней стенки из оргстекла. Нож и линии, отделяющие слои массы, хорошо просматривались сквозь стекло. Если пренебречь незначительными перемещениями массы вдоль режущей кромки, вызываемыми неоднородностью ее структуры, то получим физическую картину процесса резания в сечении, которая несколько отстоит от боковой поверхности разрезаемой конфеты. Чтобы знать глубину погружения ножа на боковой поверхности его, наносили деления, которые также видны через оргстекло. По мере погружения ножа каждые 5 миллиметров производили фотографирование. Полученные фотографии характеризуют физическую картину процесса, а также показывают развитие деформации при резании ножами малой толщины 1,4 миллиметра и толщиной 12 миллиметров с различными углами заточки. Масштаб деформации устанавливали по толщине ножа и по отметкам длины на его торцовой поверхности, что хорошо просматривалось через перегородку из оргстекла. Если допустить, что масса изотропна, однородна и деформация ее одинакова в любом сечении, перпендикулярном плоскости резания, то полученные фотографии процесса будут представлять истинную картину погружения режущего инструмента в конфетную массу. На схеме представлено процесс резания ножом толщиной 12 миллиметров без заточки при скорости 0,58 миллиметра в секунду. При погружении ножа на глубину 5 миллиметров, на торцовой поверхности его появляется постоянная часть массы, расположенная в сечении, которая при дальнейшем погружении сохраняет свою форму. При погружении ножа происходит сдвиг слоев массы по указанной кривой. Подобную застойную зону наблюдали Баулина и Савин, изучавшие вопросы обтекания затупленных тел вязко-пластичными жидкостями. Видна опережающая деформация массы на расстоянии 13,2 миллиметра, что соответствует 1,1 дельта. Затем появление трещины в разрезаемой массе со стороны боковых поверхностей ножа. Материал вытесняется наверх. При дальнейшем погружении ножа происходит сдвиг массы по его боковым поверхностям. При глубине погружения около 60 миллиметров появляется вторая трещина в разрезаемом материале. А характер деформации массы со стороны торцовой и боковой поверхностей остается неизменным. Видны линии деформации массы, а также скольжение ее по боковым поверхностям ножа. Физическая картина процесса резания ножом толщиной 12 миллиметров с углом заточки 60 градусов представлена на схеме. Эта деформация массы опережает кромку лезвия ножа. Масса на режущие кромки не налипает, а скользит относительно боковых поверхностей. Разрыв массы наблюдается только в верхнем слое разрезаемого корпуса. При резании массы ножом толщиной 12 миллиметров с углом заточки 14 градусов также имеется опережающая деформация. Материал не разрывается. Процесс резания характеризуется сдвигом массы по обеим сторонам ножа и постепенным ее скольжением относительно боковых поверхностей. На незначительном расстоянии от лезвия область сдвига мала, увеличивается по мере удаления от режущей кромки максимальная при полной толщине ножа. Аналогичную картину получили при резании массы ножом 1,4 миллиметра без заточки. Наблюдали опережающую деформацию по ходу ножа. При лепании массы к торцовой поверхности сдвиг ее по обеим сторонам от ножа. Имеется также пристенное скольжение массы относительно его боковых поверхностей. Деформация зависит от толщины ножа при прочих равных условиях. Исследования показали, что при резании ножом одинаковой толщины с заточкой и без нее характер разрушения массы одинаков, сдвиг между слоями и уплотнение. Усилие на торцовую поверхность ножа от разрезаемой массы определяется предельным напряжением сдвига и сопротивлением между ними. Как известно, при внедрении жестких тел в пластический материал граница, отделяющая упругую область от пластической в случае не установившегося течения, начальный момент внедрения, непрерывно расширяется. Поэтому при изучении скоростей движения частиц, находящихся в пластическом состоянии, пользуются гипотезы о подобном расширении пластической области. Проведенные эксперименты подтвердили справедливость данной гипотезы. Определение усилия необходимого для внедрения ножа в массу можно свести к решению составных задач. А именно, первое, разрушение массы торцовой поверхностью режущего инструмента и опережающая деформация массы. Второе, течение массы под действием сил сцепления пары. Разрезаемый материал – боковая поверхность ножа. Третье, пристенное скольжение массы относительно боковой поверхности ножа. Силы сопротивления от торцовой поверхности ножа определяются по формулам. Из эксперимента установлено, что наблюдается эффект пристенного скольжения. Материал не только течет под действием сил сцепления, но и проскальзывает относительно боковой поверхности ножа по мере его погружения. Возникающие при этом силы сопротивления определяются по формуле. Течение массы под действием сил сцепления пары – разрезаемый материал, боковая поверхность ножа – представили, как течение между подвижной стенкой – боковая поверхность ножа и неподвижной стенкой – граница жесткого пластичного тела. Рассмотрели течение вдоль боковой поверхности ножа при его погружении в вязко-пластичную среду. Нож в форме полубесконечной пластинки толщиной дельта погружается в массу с постоянной скоростью вр. На расстоянии b от боковой поверхности ножа с двух сторон от него происходит деформация массы, а на расстоянии большем b от боковой поверхности ножа масса не деформируется. Линия параллельная боковой составляющей ножа и отстоящая от нее на расстоянии b разделяет среду на две области – область течения и жестко-пластическую. Представим обратную картину движения. Нож неподвижен, а масса перемещается в направлении оси у со скоростью у, при этом средняя у максимум равна средней вр. При таком допущении можно рассматривать массу в зоне деформации как находящуюся в состоянии течения между неподвижной стенкой, которой служит боковая поверхность ножа, и некоторой другой параллельной неподвижной стенкой, а отстоящей на расстоянии 2b. Так как правая и левая область течения симметричны, то отсюда следует, что области течения среды справа и слева от ножа можно в сумме рассматривать как течение среды между двумя неподвижными параллельными плоскими стенками. Как показали Волорович и Гудкин, решение имеет вид для правой области вверху и для левой области внизу. Уравнения показывают, что распределение скоростей потока в левой и правой области симметричны и такое же, как и для пластического бенгамовского течения в круглой трубе. В центре имеем твердый слой, который движется с постоянной скоростью v равной vr. При малых давлениях, когда давление такое, что напряжение на стенках не превышает tau нулевое, предела текучести, движение массы отсутствует. Наименьший перепад давления p нулевое в паскалях, при котором возникает движение среды между двумя параллельными стенками, получаем, когда ширина центрального слоя равна расстоянию между стенками. Из уравнений можно определить p. Для нашего случая это будет удельная сила сопротивления среды внедрению ножа. Она зависит от скорости движения ножа v нулевое, реологических свойств tau нулевое, это геометрических параметров b и глубины погружения h. Экспериментально установлено, что доля работы сил резания, направленных на преодоление боковых сил сопротивления, составляет около 60% от общей работы. При резании рыбы эта доля составляет около 15%. Таким образом, в зависимости от свойств разрезаемой массы, вида инструмента и его геометрической формы было определено усилие необходимое для внедрения ножа в массу, состоящее из суммы торцовых и боковых сил сопротивления. В этом видео мы с вами начали работать над рассмотрением принципов действия дискового ножа и рассмотрели достаточно большой объем материала. Я благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. И когда новая видео лекция выйдет, на канале вы тут же получите уведомление и сможете ее посмотреть. На этом я с вами прощаюсь, желаю успехов и до новых встреч!